С вами Борис Тенцев и передача «Контакт по понедельникам». Здравствуйте! Очень приятно вас видеть вот в августе, в хорошем, теплом, приятном августе. В это время многие из вас отправляются в отпуска, а часть любит ходить на концерты, любит ходить на различные представления. И поэтому мне показалось очень интересным пригласить к нам сегодня в гости продюсера, киносценариста, переводчика, человека, который зачастую формирует наше впечатление, наше отношение, наше видение. Виктор Рожкович зовут этого моего гостя, его же псевдоним «Дальский» Виктор Рожкович. Виктор, здравствуйте! Здравствуйте, Борис! Я не очень много или очень мало о вас сказал. Ну, я сказал сотую часть того, что я... Сотую часть! Да, может быть! Вы скромный человек, и это очень приятно. Я люблю, когда у нас в гостях скромные люди. Ну, очень, видно же сразу. Да. Виктор, я знаю, что вы внутри сейчас многих таких проектов, поэтому каких-то проектов мы будем касаться, каких-то нет, поскольку вы действительно в очень многих проектах участвуете. Но вот у меня есть, например, к вам несколько таких каверзных вопросов. Ну, сразу, чтобы была такая у нас с вами, знаете, такая маленькая драчка. Я знаю, что вы привозите зачастую артистов, театральные коллективы, танцевальные коллективы и так далее. И вот недавно, буквально недавно, я вообще мало как бы пользуюсь интернетом, в смысле, фейсбуком, но недавно, буквально 2 августа, я на интернете прочитал такую рецензию. Есть такой ведущий, Вадим Ермолинец в Нью-Йорке. На радио. И он высказал свое мнение. Вот написано, что посмотрел «Мисс Джулия» с Чуплан Хаматовой и Евгением Мироновым. От спектакля шока не пережил. Какой-то он такой непутевый. Водитель генерала трахает его дочку, потом они выясняют отношения, потом, значит, режут шею гусю, гусю тупым хлебным ножом и так далее, и так далее. Скажите, пожалуйста. И вот дальше есть комментарии к этому. Человек говорит, ты какой-то очень стойкий, что до сих пор ходишь на русские театральные спектакли. Это я для затравки. Скажите, пожалуйста, те спектакли, которые вы привозите, они такие же имеют рецензии? И почему? Скажите, почему у людей создается иногда впечатление, что то, что приезжает к нам, есть два варианта. Первый вариант, что привозят как бы в провинцию, привозят, а, какой-нибудь, видишь бы как-то сделанное, без декорации, еще без чего-то, или б, да, там это актуально, вот как эта пьеса с Тринбергом, а у нас уже совершенно другое видение. И поэтому происходит нестыковка, не совпадение ментальности и взглядов. Все. Ну, я думаю, что обе причины, наверное, приводят к тому, что приводят такие спектакли. Во-первых, важно все-таки, кто выбирает и чем руководствуется. Я часто делаю бесспорно, наверное, с точки зрения бизнеса неправильно. Я беру то, за что я могу, как бы, отвечать, за что мне не стыдно, то, что мне самому, все-таки я достаточно человек, я считаю, профессиональный, понятно, что заслуживает внимания. Но я могу там привести примеры. Никто не скажет, что последний, я считаю, замечательный, один из лучших его спектаклей, Виктор Тюка, который был посвящен Рудольфу Нурееву, замечательный же спектакль, к примеру. Никто не верит. Это ваше. Вы говорите сейчас свое мнение. Нет, я говорю, ну я же ведь вижу и реакцию зрителей, ощущаю, как сидит зрительный зал, поскольку я сам много раз выступал на сцене, я кожей их чувствую. Если никто не ушел из, там, десяти спектаклей. А бывает, что люди в город встают и выходят? Самый ужасный был опыт, когда здесь был роман Карцев в последний раз, когда был полный миллениум, когда пришли все одесситы, и люди уходили, я такого не видел, по 20, по 40 человек, в конце осталось, может быть, человек 100 из полутора тысяч. Но это был ужасный, действительно, концерт. Я бы даже никогда не сказал, что роман, который замечательный, в общем, актер, что это актер, стоял в какой-то старый мешок с Нафталином, не понимая, чего он делает, поплыл, к тому же, когда понял, что нет попадания и так далее. Но многое из того, что там привозят оттуда, они считают, что это хорошо. Это не на халтуры приезжают. Они считают, что это хорошо. Я вам скажу, у меня идет спектакль один по моей пьесе, лет, наверное, уже восемь. Я в ужасе только могу подумать о том, чтобы его привезти. Но если я свой спектакль не привожу, как вы думаете? Мы о ваших вещах поговорим. Я к примеру говорю, понимаете? Они считают, что это хорошо, а это ужасно. Меня, кстати, когда-то брало интервью «Эхо Москвы» и спросили, вот вы то, сё, пятое, десятое, вот говорят, что вы русский театр не любите. Почему? Я говорю, нет, я люблю. Это там «Эхо Москвы»? Да, что я как раз считаю, что я благодарный зритель. Мне там два-три-четыре момента, покажи, я все прощу. Но беда в том, что я не спаливаюсь в лес вчера. Я видел много выдающихся спектаклей, замечательных спектаклей, очень талантливых спектаклей. Мне есть с чем сравнивать. Потому что, когда ты близко видишь спектакли, помнишь, там, Товстоногова, Эфроса. Был в Тюзе, был в Петербурге, в Ленинграде, был абсолютно суперталантливый режиссер Карагузский. Брызгал таван, брызгал. А сегодня классику, вот они ставят классику. Я не хочу больше ходить на Чехова, к примеру. Я видел просто блестящие образцы. То есть, если я узнаю, кстати, Меджили, которая, я всем говорил, не ходите. Но был замечательный спектакль, популярный очень в России и в мире, режиссера Дехлана Донилана, «Король Убу». Так это замечательное было произведение. Но вы согласны с тем, что то, что там может собирать зал, не значит, что будет собирать зал. Что здесь. Или даже если соберет, то люди могут уходить. Да. Ну, во-первых, аудитория все-таки у нас тоже разношерстная. Вот вам пример спектакля недавнего театра Вахтангова, который был. Умнись нам, Господи. Брестящий режиссер Туменос. Таван просто, так сказать, ощущается в каждом моменте того, что происходит на сцене. Да. Музыка превосходная. Художник. Народу грустно. Да. Вот это местечки. Да. Это тяжелая вещь. Есть только один подход. Или театр. Нет. Это большой театр, большого масштаба. У меня масса вопросов. Я целый день с ними провел после спектакля. Мы говорили. Но надо же главное выделять. Или не ходи вообще. Ходи только на мюзиклы. Или ходи на, условно, в российские опереты. Вот и все. А если ты попал, и ты видишь, что большого масштаба спектакля, остальное можно простить. А можно сказать так, что люди здесь настолько наелись сложностей, передряг жизненных, что в конечном итоге они бы хотели улыбаться, смеяться, веселиться. Они хотели бы отдыхать. Конечно. Я сам говорю. Я когда-то сказал Лене Камбаровой, что я профессиональный шлящик по театрам, по концертам. Я действительно очень много мы ходим. Но бывают дни, когда я говорю просто, что я не в состоянии пойти на драму или на трагедию. Не в состоянии. Опять же, если я уже попал, то я все-таки стараюсь быть выше этого. Мне не надо, что меня все время развлекали. Мне нужны все время клоуны. Хорошо. Тогда Виктор Рашкович... Хотя клоунов я люблю. Хорошо. Значит, тогда я хочу вернуться немножко к вам, к вашей жизненной биографии, жизненной дороге. Потому что, в общем-то, наша передача, главным образом, она для того, чтобы показать тех людей, которые живут здесь, и которые здесь себя каким-то образом находят. Иногда мы вспоминаем девиз нашей передачи о том, что через сто лет, что мы помогаем историкам через сто лет знать, как мы жили и чем мы интересовались. Вот скажите, пожалуйста, вы давно в Америке? Ну, 23 с половиной года. Как 23 с половиной жизни. Да. И я знаю, вот сейчас мы говорим о том, что вы продюсер, вы импресарио и так далее. А с чего вы начинали? Вы прямо так приехали импресарио? Ну, нет. Единственное, что когда я для себя решил и понял, я могу даже сказать, почему, что из России надо уезжать, то я успел сделать несколько очень заметных, я бы сказал, и важных для меня самого проектов, как продюсер. И я старался здесь это делать, хотя никто не понимал, все осуждали и говорили, что надо брать синицу за горло и заодно ее, так сказать, ее горлышко пережать. Вот. И заниматься, как все. Но я-то понимал, зачем я 25 лет там развивался, творчески развивался и прочее. И я всячески, рыдая по ночам, грубо говоря, старался приблизиться к этой идее. А чем вы там так занимались, что здесь рыдали вначале? Нет, ну я понимал, что я... Нет, ну я был все-таки довольно известный писатель-сатирик там, киносценарий, все-таки больше 30 фильмов. Сценарий сделали, пьесы шли и так далее. Ну, то есть я был, ну, как бы творческим человеком. И это выше не потому, что я, как сказать, я просто, ну, другой, я не могу это не делать, скажем так. Вы когда ехали в Америку, вы надеялись здесь себя все-таки найти или одной ногой вы продолжали оставаться в России? Нет, понимаете, если бы я не понял, что там оставаться неправильно, безгарно и прочее, я бы не уехал. Потому что мы были здесь в Америке, нас замечательно принимали, мы очень много видели. Но мы когда с женой вернулись, переглянулись, и у нас был, мы не понимали, что мы тут будем делать. Причем самое интересное, что когда мы приехали уже в миграции все-таки и ходили, у меня было много связей со своей продюсерской, так сказать, деятельностью и прочее. Особенно после вот этого еврейского тура, о котором просто нельзя не сказать. Вот. То все говорили, что она-то быстро найдет, а этот будет кувыркаться. Так и произошло. Хотя у моей жены не было вообще языка, она немецкий. А в каком туре вы говорите? Это был тур, я очень горд, для меня стало важным. Я ничего не понимаю, это был мой первый продюсерский тур знаменитейшего еврейского певца, композитора Шлома Карлбаха, которого называли «Поющим раввином». Мы проехали, мы дали 23 концерта. То есть вы были продюсером этого? Ну я взял на себя, но я не знал, что это такое. Да. Да, и с тремя тоннами кошерного питания, и летали, и это невероятный был тур. Какой год? Это был, по-моему, 80-90-е. Вот. И впервые тогда евреи бывшего Союза могли открыто танцевать в зале и на сцене с флагами Израиля, с огоньками и так далее. И мы празднули первый... Что значит открыто, что в Америке нельзя было танцевать в Союзе? А, в Союзе, да. А этот тур был по Советскому Союзу? Да, по Советскому Союзу они прилетели. Он легендарный человек совершенно невероятного таланта и обаяния, поющий раввин, бывший хиппи, который в годы рассвета, его концерты в Лос-Анджелесе, на Холмах, видел, собирали до 10 тысяч человек. Вот. Очень многие мелодии, которые мы знаем, это или его музыка, или его аранжировка, и он очень многие молитвы положил. И для меня было важно это осознать, что я, в общем, как бы еврей, а не, допустим, там какой-то инопланетянин или перекати-поле человек без национальности, хотя я не самый, как понимаете, религиозный человек. Вы поняли это тогда в этом туре? Да, потому что они спрашивали, ты еврей, а я говорю, какой вас еще идиот бы взял и умирал бы с вашими... И со всех сторон прилетали их поклонники. Во всем Санкт-Петербурге была одна семья, которого готовила кошер на двух комфорках в коммунальной квартире, и к ним приходили все верующие, которые приезжали в Петербург, к ним приходили кормиться. Это было невероятно, невозможно было это сделать. Никто, еврейские туры подобные, потому что селились специально в гостиницах в разных крыльях, на самых высоких этажах, шабатных жилифтов там не было, и там были люди в возрасте, я не знаю, как я этот тур провел. Да, и я отвечал, кто еще мог вас взять? А потом я понял, что это вопрос, почему у тебя не еврейское имя, соблюдаешь ли ты какие-то, значит, законы еврейские и прочие. Ну и как это изменило вашу жизнь? Вы стали Виктором еще раз? Ну мне дали, меня, кстати, на могиле Цадика, Корлебах меня сделал бармитцу, запоздал ее, и дал еврейское имя Виктор, вот. Ну неважно, что-то внутри я осознал иначе совершенно. И потом я очень много по этому работал, представлял проект из Израиля, который я брал. И театр Гешер многие годы, и виртозы Тель-Авива, и так далее. И Володя Фридман, это я, так сказать, мне кажется, что это важно, вот. Но тот турбо-невероятный, первый праздник, повторяю, Торы, был сделан как бы нами. И вы решаете эмигрировать с надеждой на то, что вот на этой волне вы так и продолжите? Нет, я не знаю, что с надеждой или нет, потому что не очень верилось, и я не понимал. Кроме того, не было нужных денег. Если бы было бы те суммы, которые нужны были, наверное, бы и проекты были другие. А так я по крохам собираю, я не знаю, как я первый гастролизм делал. Понять не имею. Но я еще до этого, правда, у нас же театр был с Журбиным, который был ждающий звезд. Да, да, вот как раз я хотел сказать, что ведь, в общем-то, вы прошли через такой период, когда Журбин решил здесь делать нечего. И он был у нас в гостях в студии передачи, и он говорил о том, что, ну, я увидел, что творчески я не могу себя здесь выразить. И я уехал, я не эмигрировал обратно, реэмигрировал. Я просто уехал поработать в Москву. Нет, тут же... А у вас такое было желание? Вы знаете, не было, вот как ни странно, у меня была ностальгия по друзьям, по себе там, потому что я идеально делал то, что я хотел, то, что мне касалось, интересно и важно. Вот. Не было. Ну, с Сашей только немножко хронологически было иначе. Мы сделали с ним этот театр, мы были два основателя, потом мы, значит, театр существовал лет пять или шесть, потом я ушел, и театр почти мгновенно прекратил существование, а потом Журбин вернулся назад. Но он, кстати, надо сказать, я к Саше очень по-разному отношусь, он классик и прочее, вне сомнения, ну, к человеку. Но он все, что мог, сделал, он старался, ну, действительно, потом он там супер востребован, он активен, очень. Кстати, ему, по-моему, позавчера было 70 лет, вот, и, так сказать, так далее. Можете поздравить. Он старался, да, всячески, что мог, он делал. Так вот, у меня есть несколько фотографий, которые, ну, как бы отражают этапы Великого Большого Пути, да? Первое слово тоже неплохое. Да. Из нашей, той лексики еще. Ну, во-первых, мы начнем с первой фотографии, это называется «Современная драматургия журнал». Вот он показан сейчас на экране, вы тоже можете видеть, нам 30 лет. Скажите, пожалуйста, в этом журнале есть ваше, ваше что? Пьесы, перевод пьес, очень любопытный пьес. Он, кстати, тоже говорит, отвечает на ваш вопрос по поводу выбора репертуара, кстати. Две пьесы в переводе, там, в этом журнале. В вашем переводе? Да. А там очень сложный главный редактор, который он поднимает. А с какого языка вы перевели? С английского? С английского, да. Это английские? Это пьесы американские? Есть английские, это английские пьесы. Драматург. Значит, вот про эту пьесу. Эта пьеса первая, там две было опубликовано. Одна вот эта несравненная, а худший певицы в мире. Эта пьеса, абсолютнейший бестселлер. Вторая его же пьеса, которая перевела Джуди Гарвинда в последнем периоде жизни ее. Эти пьесы за первые, там, пять с половиной лет перевели на 30, там, по-моему, языков. Поставлены в 65 странах и посмотрела более миллиона человек. Цифра вообще невероятная. А как я на них вышел? В этот миллион входят и те, которые посмотрели в Москве, в Советском Союзе? Нет, это без этого, до того это было. Я человек неленивый, вот когда был директором недели русского кино, проходя мимо ВАПа, РАО, как сейчас называется, авторское агентство в России, зашел к ним. И зашел в международный отдел. И там, значит, редактор, который отвечает за зарубежные пьесы, говорит, тут есть какой-то такой сумасшедший, у нас все время одолебается, посещает свои пьесы, он одолел до смерти, никто не хочет. Я говорю, дайте мне, почитай просто. И я прочел, это, так сказать, пьеса, это невероятная история, невероятная судьба. Ну, я поставил Витюх. А присылал кто? Автор присылал. А, автор сам уже присылал. Присылал, он активно сам себе агент. Вот. И это мировой бестселлер, невероятная история сама по себе. А называется? Называется она несравненно. В оригинале. Ну, это несравненно. Несравненно, окей. Это Флоренс Фостер Дженкис, худшая певица в мире. Это невероятная история, сам все невероятные. Но я к тому, что они не любопытные. Они не любопытные, им это не надо. То, что там идет на 70% пьесы, на мой взгляд, повторяй, на мой взгляд, ужас. Потому что это невозможно играть. Возьмем замечательную актрису, скажем, действительно хорошую, Татьяну Васильеву. То, что она привозила, это все, это кошмар. Пьесу, которую мою поставили, вот это тоже, очень интеллигентные продюсерши, поставили пьесу, значит, декоратор любви. Всю историю рассказывает, это просто ощущение, что ты в повате номер 6. Ее поставили. Ее поставили, она идет в 8 лет. Наша пьеса... Вы довольны постановкой? Жуть, жуть. Недовольны? Нет, это не недоволен, это просто кошмар. Но я говорю, если я свою пьесу борю. Почему? Почему такое? Вот вы видели это по-другому, автор видел по-другому, а режиссер... Нет, я достаточно гидко, потому что, как мне кажется, люди, значит, во главе там Станислав Садальский, жуткий Станислав Садальский. Значит, во-первых, он играет только в русифицированных пьесах. Почему русифицированные, никто не понимает. Значит, русифицировали. Русифицировали, что вы вкладываете в это слово? Значит, был человек, там, закадровый герой, который, у него фирма, там, переворачивающаяся траков, утилизирующих мусор. Из него сделали депутаты думы. То есть, как бы, идет приспособление к современной действительности. Ну, причем там тема абсолютно понятна. Она, кстати, была в Сан-Франциско здесь поставлена недавно сравнительно. Вот. Но дело не в этом. И дальше. Текст он не держит. Актриса поэтому плавает, они не понимают, что делать. Каждый день он приходит, режиссер, как я знаю, во время репетиции, потерял. Все понятно. Виктор, мы не будем, я так много хочу с вами говорить. Не, Боря, это такие показатели на остальное. Две секунды еще. Да-да, пожалуйста. Он приходит, сегодня у него идея, что-то тут бедно, надо бы роять. Хорошо, что в этот день режиссер нашелся и говорит, Станислав Юрьевич, как может быть бедно, когда на сцене такой бельян, как вы? Он успокоился. На завтра приходит актриса и говорит, я хочу показывать 8 платьев. Я говорю, помилу тебя, вот тут 3 переодевания. Она говорит, зачем я купила 8 платьев? Ну, это вообще рассказывать, понимаете, никто не поверит. Хорошо. Вторая фотография мы видим, просто я так сказать, хочу бегло пройтись по некоторым вашим вехам. Это фотография, вторая фотография, это вот гастроли были Елены Камбуровой. Тут многого не скажешь. Она сама за себя говорит, да? Ну, мы 5 или 6 туров в Америке и Канаде прибыли. И тут же фотография, это балет, да? Посмотрите, пожалуйста, это что? Да, это бриллианты мирового балета, которые мы делали одни из первых, кстати, в мире, где танцевали у нас ведущие солисты. Скажите, пожалуйста. А, это Чечетка уже пошла. Да, вот 3, а, третья. Вот скажите, пожалуйста, вот сейчас, это конкурс Чечетки, это конкурсы или это гастроли, или это фестивали, или что такое? Это было то, что я как бы придумал, мы делали с московским партнером, но идея моя была объединить в одном проекте три. Сначала, значит, знаменитые Чечеточники учили на мастер-классах русских и прибалтийских участников, значит, семинаров. А где это происходило? Это было в Москве. А, в Москве. В Москве. То есть вы все-таки тяготеете искусство в массы, искусство из Америки в массы вести? Нет, Боря, это было в начале, да, но были и такие проекты, но если проект такой придумали, он получился, я очень только рад. Но из-за этого, кстати, были и побеги потом в Чечетке. Значит, потом они, учителя, определили победителей, и потом учителя и ученики участвовали в нескольких гавах в Москве, в Петербурге и в Сибири. И за это, кстати, потом американский фонд даже дал деньги и признал лучшие идеи года, какого-то там, я не помню, 2001-го, допустим, я не помню. И это был на пике, крупнейший фестиваль Чечетки в Европе существовал. А потом мы сделали фестиваль в Нью-Йорке, где участвовали в том числе и русские. И вообще невероятные некоторые русские. Один русский, например, бил Чечетку, стоя на руках, он бывший гимнаст. Но совершенно американцы сошли с ума, когда они увидели этот номер. Ну, к примеру. Но там вот сейчас были все лучшие Чечетки мира. Вы поклонник сегодня Чечетки? Ну, если мастера Чечетки. У нас ведь хорошо было, что были со всего мира. И с Японией, и с Германией, и с Чехией. Совершенно разные все. Скажите, как приходит в голову идея проекта? Вот вы с кем-то говорите, с кем-то разговариваете. Здесь был человек, которому я обязан вообще в Москве. Это Балетная ассоциация России. Он был директором, мой старый друг. Когда мне было очень тяжело, мы сделали эти два проекта. И второй посвященный Бриллиантам мирового балета, которые позволили мне выжить. И очень важно было, что это получилось, и получилось так хорошо. Иногда просто приходят эти идеи. Иногда в разговоре с кем-то, иногда что-то предлагают. Абсолютно по-разному. Я думаю, что когда вам бывает грустно, вот у нас есть четвертая и пятая фотографии, то вы смотрите на эти фотографии и улыбаетесь. Да. Поскольку это Полунин, да? Да. Вы имели отношение к театру Полунина? Вы привозили? Ну, во-первых, я привозил лицедеев. И дважды был замечательный, я считаю, спектакль молодой группой, который назывался «Семьяники». То есть от семьи, «Семьяники». А со Славом мы очень давно знакомы, почти с основания его театра лицедеи. Мне самому сейчас не верится, например, что мы достаточно часто выступали с ним пополам в концертах. Я, как писатель-сатирик, читал свои творения. А Слава с тогдашним партнером Сашей Скворцовым, естественно, исполнили свои миниатюры. И достаточно много этого было. Потому что мы с ним очень давно знакомы. Но это как бы ветвь театра тогда, но без него. Да, интересно. Дело в том, что вот... Вот это Анвар Лебабов, тоже очень известный комик и артист, который он в очень многих фильмах русских снимался. И он же играл в спектакле про Сальватора Дали в театре, в замечательном театре в Петербургском, в Риод комедианта. Ну вот, что вам больше нравится, как бы... Потому что я видел и аргентинское танго, которое вы привозили. Видел какие-то там спектакли Виктюка, тоже вы привозили и так далее. То есть разнообразие, ваша широта, ваших интересов. От чечетки до танго, от танго до, я не знаю, до Виктюка и балета. То есть у вас есть все-таки какие-то привилегии, приоритеты, скажем так, если есть правильные слова? То, что я считаю, интересно, то, что я считаю, настоящее, то и приоритет. Ведь на самом деле все от лука. Вот говорят, есть пьесы, допустим, бульварные или там антрепризные. Нет такого. Хорошая пьеса, плохая пьеса, хорошая постановка, плохая, хорошие актеры или плохие. Шекспир когда-то говорил, поставьте голого актера на голую сцену, лишите его костюмов, света, и вы увидите, хороший актер или плохой. Так и тут в осадке, понимаешь, или это да, это здорово, или это плохо. Что такое антрепризные? Мир уже, а Россия до сих пор антрепризные. Есть вообще абсурдная ситуация, когда довольно известный режиссер, который стоял в БДТ, был главным режиссером Риги, не будем говорить кто, ему послали мою пьесу, посчитали, что она интересна для него будет. И он мне быстро к его честь, он сам читает, видно, пользуется интернетом, большое ему спасибо. И он прислал через несколько буквально дней или недель письмо, благодарственное, большое спасибо, с удовольствием прочитал пьесу, пьеса действительно очень хорошая, однако втреть, прошу не беспокоить меня, пьесами коммерческого плана. То есть, понимаете, как они живут? Государство выделяло деньги, они даже не должны думать о зрителях, я не говорю, что делают на потребу зрителя, я говорю только... Вы считаете это неправильным, ненормальным? Нет, но надо думать о зрителе. То есть, когда они только творчески мыслят, а не коммерчески. Если это не гений. Олег Табаков, который человек в этом смысле довольно прагматичен, сказал, народ голосует ногами. Я все равно не могу сделать на потребу зрителя, но я должен о нем думать. Скажите, но это каверсный вопрос. Вот сейчас нас смотрят ваши потенциальные зрители, любители театра. По какому критерию они должны подходить к тому, покупать билет, не покупать, как отнестись к гастролям? Вот есть какие-то такие критерии, на которые бы вы считали, есть смысл обращать внимание? Ну, я не знаю. Во-первых, важно, кто привозит, действительно. Потому что есть коллеги, которые, так сказать, их только вопрос финансово успешно, неуспешно. Более того, я очень доволен, что у меня во всех городах Америки и Канады, где мы работаем, есть даже какая-то своя прослойка любителей театра, которые ходят и знают, что я представляю, я привожу, мой выбор и так далее. Ну, в какой-то степени. Вот. Ну, кроме того, надо смотреть, кто, я, например, считаю, ну, действительно, Виктюк бесконечно талантлив. Какое бы он не был, неважно. Ну, талант в нем брыжет. И у него очень интересный выбор репертуара, который в его театре и так далее. Актеры с ним обожают не случайно репетировать. Поэтому всегда интересно прийти. Да, может, не понравится, но это нормально. Вот и все. Ну, если вы даете какой-то процент на, ну, как бы, на то, что это может и не понравиться, но это может быть интересно, все равно посмотреть. Ну, никто не верил, что можно привести спектакль, поющий Михоевс, допустим, сюда. А я считал, что это Михоевс. Что это очень важно, рассказать о Михоевсе, о его судьбе и так далее. И я рискнул. Ну, это Марк Разовский, мой друг, сделал. Вот, к примеру. Или не получалось ни у кого, это очень тяжелая история, вот показать этот спектакль про Ануриева. Ну, это невероятный спектакль. Я считаю, лучше вывести вместе со служанками наряду. Бозин изумительно работает. Мне позвонила одна знакомая, балерина, которая с ним была хорошо знакома и дружна. Она сказала, я две недели, я просто потерял до речи, я увидел Рудика, я услышал Рудика, это был его голос, его интонации и так далее. Ну, это, так сказать, в какой-то степени оправдало те страшные усилия, которые пришлось приложить. А как воспринимают актеры, там, живущие в Российской Федерации, предложение поехать на гастроли в Америку? Ну, есть целый ряд, которые любят и с удовольствием приезжают, в том числе и ко мне, ну, с кем долгие уже отношения достаточно. А есть те, которые сейчас совершенно ужасны, то, что они говорят, эти америкосы, вы знаете, это выражение. И они просто игнорируют ваше приглашение или отказываются? Нет, не мое, но то, что они несут, извините за жаргон, это совершенно неприемлемо и так далее, потому что они не видят ситуации в спектре, не знают, что я все одобряю, совсем нет, я не ура-патриот. Но то, что говорят умные люди, многие образованные и интеллигентные, это нам просто ужасающе бывает. Сегодня. Вот. И так далее. Хотя очень сложная ситуация, все понятно, не будем погружать. Хорошо, мы к этому еще вернемся. Сейчас у нас с вами рекламная будет пауза, у нас в гостях Виктор Рожкович Дальский, он продюсер, киносценарист, переводчик. И мы говорим с вами о наших вкусах, как они формируются, что мы смотрим, и как это все смотрится оттуда туда, и оттуда сюда. Но в любом случае, возвращайтесь после рекламы. Реклама. Знают все здоровым и богатым, лучше быть, чем бедным и больным. Но бывают случаи, когда ты заболел, и врач необходим. Ошен, глаза, клиника большая, где недугом скажут нет навек, где от всех болезни избавляясь. Слабо боль на тысячи человек. Ошен Медикал Плаза представляет терапевтов, докторов Элину и Лазаря Кагановских. 20 лет назад они открыли офис, превратившийся сегодня в одну из лидирующих клиник Бруклина. Десятки тысяч пациентов доверяют свое здоровье докторам Кагановским. Компетентность, коллегиальность, четкость в работе, индивидуальный подход, а в исключительных случаях возможность собрать консилиум врачей всех специальностей. Так доктора Элина и Лазарь Кагановские воплощают в жизнь свою профессиональную мечту. Ошен Медикал Плаза – золотой ключик к вашему здоровью. Глаукома часто не имеет симптомов. Приходите в наш центр на полный осмотр и раннюю диагностику глаукомы. Если у вас диабет, вам необходимо прийти к НАУ, чтобы проверить состояние глазного дна во избежание осложнений. Если у вас слезятся глаза, вы страдаете конъюнктивитом, аллергией или нуждаете срочной помощи, мы назначим вам самый эффективный курс лечения. Мы открыты 7 дней в неделю и поможем вам в любой момент. Вас приглашает лучший гид Америки Анна Топоровская в Новую Англию с 23 по 29 августа в комфортабельном автобусе «Дэвидзен Турс». Впервые в русскоязычной общине вся Новая Англия, все 6 штатов, все 6 столиц за 7 дней. Уникальный 7-дневный, эксклюзивный и авторский тур. Новая Англия с Анной Топоровской. Жизнь нам, будущее нашим детям. Будем в этот день все вместе. Доктор, я объяснила больному, что у него серьёзная стадия геморроя. Кровотечение, воспаление, шишки, внутренние трещины. Но можно избежать операцию, используя массу из Венгрии мелазит, которая помогла десяткам тысяч больных геморроем в Европе. И уже 7 лет зарегистрирована FDA в Америке. Да, это очень эффективное средство. И оно ему поможет избежать операцию. Сейчас, прежде чем мы начнём вторую часть нашей передачи и встречи с Виктором Рожковичем, я бы хотел несколько минут посвятить предстоящим передачам, которые у нас будут через неделю и через две недели. Дело в том, что две недели тому назад у нас была передача, в которой участвовали люди в майках с рекламой, с эмблемой, я не знаю, как правильно сказать, Российской Федерации. Вот вы видите этих молодых людей. Это был Михаил Козловский со своим молодым воспитанником из России, боксёром, который провёл первый профессиональный бокс, матч в Нью-Йорк и выиграл его. Они были в гостях, они пришли в своих майках. Когда они пришли, ну, пришли люди, которые имеют отношение к России, и из этого мне не показалось, что это какое-то большое дело. Но после передачи я получил много довольно звонков, имейлов различных, в которых часть людей говорили, прекрасно, молодцы, очень хорошо, что мы разрешаем выглядеть, как люди считают нужным, тем более, что действительно молодой человек из России. Но были и звонки, которые были такие протестующие. Как такое может быть, чтобы у нас на телевидении в Америке был человек Майкис, который эмблема Российской Федерации? Мы решили пойти бы другим путём. Не, как бы, начинать споры, кому-то отвечать, не отвечать в следующий понедельник. Пожалуйста, вы можете посмотреть передачу, в которой будут два человека. Один человек, один из самых ярых таких противников Майки с эмблемой Российской Федерации, и другой человек, историк, который будет свою точку зрения отстаивать. Ну, а вы будете иметь возможность наблюдать, слушать и сложить своё мнение. Я хочу сказать, что если у вас есть вопросы в прямом эфире, вы можете подготовить их заранее, подумать, и вы можете прислать мне какие-то свои вопросы, которые вы бы хотели, чтобы они прозвучали во время передачи. У меня имейл очень простой. Тензор, моя фамилия. И добавьте букву QB. tensorb.gmail.com Пожалуйста, пришлите, только напишите для контакта в следующий понедельник, когда у нас будет 17 число, да? 17 число. Это то, что касается следующей передачи. Её, в общем-то, мне кажется такой полемически актуальной основой. И ещё одну передачу я хочу вам тоже предложить, тоже подумать и воспользоваться этим же самым имейлом. Ещё через неделю я хотел бы сделать передачу о Японии. Две для этого есть причины. Первая причина – это то, что в августе, 6 числа, было отмечено 70 лет, как атомная бомба, американская атомная бомба была сброшена на Хиросиму. Ещё спустя 3 дня, 9 августа, бомба была сброшена на Нагасаки. Погибли сотни тысяч человек. Первый раз там около 150 тысяч, второй раз около 70 тысяч человек. Япония пережила шок после этих бомб. Конечно, очень много. Но вот что интересно. Буквально пару месяцев назад я был в Японии. Был две недели, познакомился с этой страной. Очень много впечатлений, я расскажу об этом. И я обратил внимание, какое хорошее отношение к американцам и японцам. Вообще к иностранцам, но к американцам у японцев прекрасное отношение. Это видно и сейчас. В тех выступлениях, которые были в августе, когда отмечалось 70-летие атомной бомбардировки японских городов. Вот сейчас, когда мы с вами говорим о войнах, о конфликтах и конфронтации с Россией, Украина, Украина с Россией, американцы с Россией. Вот сейчас мой гость Виктор Рожкович говорит о том, как воспринимают в Российской Федерации американцев и так далее. Вот на этом фоне то, что я наблюдал в Японии и то, что вы видели, сами имели возможность наблюдать 6 и 9 августа годовщины, страшные годовщины, когда погибли сотни тысяч людей. Люди смогли это переступить и посмотреть на это немножко по-другому. И сделать из Соединенных Штатов Америки не врага и пугала, а сделать друга. Потому что более, мне кажется, тесных контактов, как между Америкой и Японией, можно еще назвать Англией, Великобританию. Но это самые большие друзья. Так вот, передачи через две недели у нас будет возможность связаться и с японскими друзьями, которыми я познакомился там. Я думаю, что это будет интересная передача. Что я хочу попросить вас? Наверняка кто-то из вас был в Японии. Наверняка кто-то был в Хиросиме, на Гасапе. Я не доехал до Хиросимы. Если у вас есть какие-то впечатления, если вы что-то такое помните или вы хотели бы что-то сказать, первое, пожалуйста, напишите опять же на мой email адрес tensorb.gmail.com tensor, через z, tensorb, одно слово, at gmail.com Напишите, я с вами свяжусь, укажите свой телефон, я с удовольствием вам позвоню, и мы с вами обсудим, что бы вы могли рассказать в эфире. Ну, в эфире, естественно, вы тоже, если будет возможность, это скажете, поскольку у нас на прямой линии будет, я надеюсь, Япония. И мы поговорим о самой Японии, я покажу вам какие-то фотографии, какие-то интересные зарисовки из путешествий, но и, конечно же, об этой самой главной истории, которая мне показалась настолько сегодня злободневной и важной. Бомбежка Хиросимы и Нагасаки и отношения к американцам сегодня в Японии. Ну вот, это то, что я хотел вам сказать по поводу ближайших двух передач, 17 и 24 августа. Ну, а теперь мы возвращаемся в студию, и к продолжению нашего разговора у нас в гостях Виктор Рожкович, продюсер, киносценарист, переводчик. Скажите, пожалуйста, Виктор, коль мы уже заговорили о Японии, хотя бы в нескольких словах. Вы в Японии не были? Я не был в Японии, хотя довольно с интересом большим слежу за Японией, и одно воспоминание такое очень интересное, опосредованное. Когда я работал в Малом оперном театре, ныне Михайловском, в Петербурге, театр ездил постоянно на гастроли в Японию. И что меня поразило, я помню, что приехали обратно с гастролей, и женщины, балерины говорили не о жемчуге, не о каких-то нарядах, а о том, как вообще невероятно, что они ехали, допустим, днем на спектакль, и в Азером работали, там, спрямляя путь, возвращались, была уже прямая дорога, и убрано все до последнего осколка, а также какое культовое отношение у Японии к своим мужчинам. Вот я это как бы запомнил. Я был, кстати, в театре Кабуки и так далее, но это через две недели. А сейчас я хотел бы вернуться к тому, чем вы интересуетесь. Я знаю, что вы автор, сценарист, создатель документальных фильмов. Ну и телевизионный. Да, вот у нас есть фотография, которая шестая, и там сплошные решетки. Этот фильм, мне кажется, уже неоднократно шел на Арте, у нас на телевидении. Да, шел, два фильма шел, вот тут у вас. Да, скажите, пожалуйста, это тоже ваше хобби, или ваше увлечение, или ваша профессия, или вот фильмы? Ну, это стала профессией, я вам скажу, тут такое тоже спорно очень. Я был очень успешным, в общем, ну, я не буду говорить там свое место, ну, наверное, там в десятку или там в пятнадцать лучших входил. Бесконечно публиковался, более трехсот публикаций. И Райкин исполнял все актеры. А сам Аркадий Александрович нет, а все актеры исполняли. Ваши миниатюры. Да, включая главного его второго актера, Вадимира Замечательного, Лиховицкого, и брата Макса Максимова. Вот. Но я потом, что я буду в жизнь писать, сатирую юмор как-то. Попробую фильм написать, сценарий. И, ну, и написал, и так со временем вот 30 с лишним фильмов вышло, научно-популярных, телевизионных, документальных. Вот. И некоторые были, как я считаю, довольно заметные. Да, но вот в Америке, в Америке я не очень много наблюдал вашей деятельности, кинодеятельности. Нет, с кино, только последний вот проект с Леонидом Комаровским, но я как продюсер выступаю. Да, ну, мы еще поправим. Поправку, да. Ну, просто, во-первых, нельзя разорваться, нельзя объять необъятное. Когда я сюда въезжал, я сказал себе, не говоришь, это правильно, что я не буду, не пойду работать в средства массовой информации и прочее, а продюсерскую деятельность буду стараться всячески заниматься. Вот. Поэтому я пишу, я перевожу, но, естественно, не с такой интенсивностью и так далее. Но мне кажется, поле деятельности для документального кино очень велико. Очень мало у нас практически создается документальных видеофильмов о людях, которые часть нашей общины, о каких-то интересных событиях. Ну, не только в нашей общине, конечно, но документальное кино в Америке, да, есть фестивали для документальных фильмов и так далее, но все-таки, конечно, это какая-то третьестепенная века. Ну, вот есть фестиваль российского документального кино, который привозится сюда. Да, привозят, да. Но, скажем так, американского документального, русскоговорящего кино. Нет. Практически там не присутствует. Потому что, ну, люди же вкладывают, кто-то вкладывает какие-то деньги, возврата никакого и надежды нет. Значит, если делают только какие-то люди, которые, как бы, горят этой идеей, вкладывают в основном свои деньги. Энтузиасты, как мы любим. Да, и так далее. Увы, но такова действительность. Америка многим вещам же учит правильному подходу, скажем так. Дальше ты можешь делать свой выбор. Вот, к примеру, или коммерческий проект, или non-for-profit. Хотя в non-for-profit тоже люди прилично имеют зарплату и так далее. Но по подходу. Но это надо очень точно понимать. Нельзя это игнорировать. Но этому надо бы учиться. Может быть, в этом вся проблема, что... Ну, есть люди обучаемые. Мы по-настоящему не знаем этого механизма. А уже наши дети, внуки. Ну, почему, Борин? Борин, если мы тут 23 года, там, 20 лет, 15 лет, мы должны тоже быть обучаемы. Посильно. Вот и все. Вы учились бизнесу здесь? Вы куда-нибудь ходили? Официальный какой-нибудь курс, который там был в Талково? Нет, не, не, в Гаублево. Так же, как там, я и там ведь тоже не закончил там высшие сценарии курса или какие-то. Но это трудно этому научить. Что в кино, например, в российском могли научить? Да, если у тебя был мастер, твой мастер был какой-то великий режиссер, типа Тарковского, Глыба, к примеру. Конечно, вообще общение с ним, это, конечно, было колоссально полезно. И какому-то инструментарию, включая там монтаж и так далее. И использование архива, конечно же, белых столбов, допустим. А так невозможно научить ни мыслить, ни творить, ни прочее. То есть у нас нету глыб? Где? Здесь. Нет, есть, конечно. Нет, но я с многими глыбами общался, с людьми, я старался всячески впитывать все. Я дальше не понимаю, кстати, фразы, когда многие люди говорят, люди не меняются. Мы должны меняться здесь, мы должны стараться что-то новое освоить, понять, принять или нет. Это уже второй вопрос. Обязанные? Я обязан, профессионально обязан. Вот и все очень просто. Но многим людям очень благодарен, включая американцев, которые очень-очень много мне дали чего. У вас есть какие-то такие примеры, что вы вот, чему мы научились на американской половине? Нет, ну обобщенно я очень много узнал профессионально, как работает здесь этот бизнес, как работает бизнес, так сказать, на презентации, маркетинг, как работает. Я прожил вторую какую-то жизнь и очень много чему научился, и в том числе и в себе много открыл, узнал. Чем вы это объясняете? Возможностью здесь себя пробовать и без страха, что тебя остановят или тебя не поймут? Нет, почему? Я помню людей, у меня были тут довольно связи еще по тому времени с Россией, когда я общался как продюсер и прочее. Я начал ходить практически по интервью, грубо говоря, там с первого дня. Я помню ужас этих американцев, когда приходил какой-то сумасшедший русский, предлагал 100 проектов, а я был подготовлен, поверьте мне, на совершенно разные темы. Они не понимают, здесь же все вот так вот, узко. Так это хорошо или плохо, вот так вот? Ну, я считаю, что нехорошо. То есть широта вам больше нравится? А вы посмотрите, лучшие русские специалисты в самых разных областях, неважно, математики, физики, вообще супер здесь востребованы и супер успешны. Я знаю людей, которые там миллиарды здесь заработают за счет своих голов и своих знаний. Химики, компьютерщики, допустим, и прочие. У них все-таки в России было, в лучших вузах было широкое образование. Конечно, это полезно, мозг развивает. Более того, фундаментальные науки дают вот такой вот взгляд, вот так открывается кругозор. Это проблема русских многих, как я считаю, режиссеров, что они вот в шорох. Но ведь есть и другая точка зрения, что мы распыляемся, что мы не умеем сосредоточиться и создать что-то великое благодаря четкости. Я не знаю, я сейчас могу говорить только в данном случае про себя, хотя я могу что-то обобщать, что на мой взгляд. Я не думаю, потому что если это идет на пользу. Как это мы распыляемся, если мы развиваем свой мозг, свои чувства, свои знания пополняем? Что же мы распыляемся? Может быть, вы создали бы шедевр в кино, если бы вы в это время не переводили пьесы. Я понимаю, что есть жизнь, надо зарабатывать деньги. Я рассказываю более, очень легко. Кстати, мне задавали этот вопрос, и я сам задумывался. Ты же был на самых лучших сценах, там выступали в одних концертах с Жванецким, с другими коррекциями. Вот если бы ты бил в одну точку, что бы было? Дети меня спрашивают, мои же. Я же отвечаю, что тогда был бы это не я. С другой стороны, я много чего другого, мне удалось достичь, сотворить и узнать, чего бы так не было. Вот, собственно, и все. Я боюсь, что микрофон, может быть, не очень, надо его вставить обратно там. Видите где-нибудь? Не вижу. Наоборот. Просто я хочу. Да. Вот. Значит, для меня это, так сказать, да, для кого-то нет. Но, опять же, я уверен, что чем больше знаний живому человеку, тем ему на пользу. Да, до определенного предела, конечно. Да, у нас катастрофически заканчивается время, а у вас есть фильм, который вы сейчас стали продюсером, и который называется «Поправка». Ну, Комаровский, Леонид Комаровский был у нас в гостях, был в студии у меня, и фильмы смотрели, отрывки, поэтому те, кто смотрит наши передачи, он имел возможность больше с ними познакомиться. А как вам, вы, продюсер, это была идея Леонида, ваша идея, то есть вот, наконец, на американской почве фильм. К чести идеи это Леонида. Мы, в общем, многие годы дружим, он мне об этом сказал, и дальше вместе мы придумали, был только фильм, а придумали то, что сейчас сделали, который снят на собственные деньги, в общем. Книга, подготовленная практически в печати лица эмиграции, где многие герои, а с ней есть там просто иконостас знаменитейших людей, но говорили об этом, я могу не повторять, кто там был. Да, и самое главное, мы сейчас делаем, стараемся, чтобы был мини-мемориал, посвященный этой поправке, которой мы все, на мой взгляд, обязаны, полтора миллиона нас, благодаря которой во многом мы тут оказались. Ну, если мы каждый по доллару дадим, получится полтора миллиона. Между прочим, так часто и случается, на многих американских проектах рядовые люди дают деньги, условно, народные мемориалы, называют как угодно. И, кстати, 12-13 сентября в Мастер-театре и в Гостоне будут гава по этому поводу события, включая концерты Лариса Гирштейна, песни исхода. Ну, это реклама, люди видят рекламу на телевидении, нет, я имею в виду на телевидении, люди видят рекламу. Я бы хотел, чтобы наши телезрители имели возможность вам что-нибудь сказать или спросить, поэтому мы покажем сейчас номер телефона, по которому звоните 201-461-1384. Прямой эфир, прямая связь с Виктором Рожковичем Дальский. Дальский – это ваш псевдоним? Да, псевдоним, который запутал моих детей, они не понимали, кто они. Так, Дальский или Рожкович? И тот, и другой. Есть очень смешная история про моего сына по этому поводу. Если есть минута, рассказать можно. Ну, пока у нас еще звонков нету, расскажите. Моего сына, значит, мы устраивали, ну, поступать в английскую школу, еще в России. Вот, он пришел, а он был в другом микрорайоне, аж по улице в сторону. Директор сказал, ну, я попробую, поскольку я вас знаю, и ваш сын тоже, так сказать, так незаурядный. Действие происходит в России? В России, в Петербурге. Вот, ну, его спрашивали, там, что ты знаешь, как ты считаешь, что там, что-то еще. Потом спросили, ну, кто твоя мама? Мама вот такая, а папа? А папа, вот, значит, он литератор, и он там работает в театре. В каком театре? В Мамо-оперном. А где находится Мамо-оперный театр? На площади искусств. А кому там, что там еще есть? Памятник, а, не, вначале, русский музей, а еще памятник Александра Пушкина. А кто такой Александр Пушкин? Великий русский поэт и писатель. А каких еще ты знаешь великих русских поэтов и писателей? Что мальчик ответил? Значит, Александр Пушкин, Лев Толстой, папа Витя и дядя Вадик Жук. Почему он ответил так? Потому что он накануне смотрел нашу с Вадимом Жуком пьесу, значит, детскую в театре эстрад. Ну, в общем, вот смешная такая история. Прекрасно. А как сейчас дети воспринимают ваше творчество? Ну, дети, во всяком случае, достаточно уважительно. И дочка, и зять. Очень зять американских. Кстати, он там праправнук восьмого американского президента. Его родители, они столько времени вообще не понимали. Этого сумасшедшего русского какого-то. Задавал папа мне самые провокационные вопросы, а я специально его, как бы, с ним игрался и отвечал ему все время наоборот. Вот. Было так вот. Да. Хорошо. Ну, как всегда, начнем мы с Виктора. С Виктора Массачусет. Здравствуйте, Виктор, вы с нами в студии. Здравствуйте. Я прочел интервью Виктора Рашковича, который он дал. Рашкович, да. Нью-Йорк, Руни Веб. Да. О том, что единственный человек, которому он устроил гастроли, но была взаимная неприязнь, это Олег Табаков. Вот хотелось бы более подробно. Дело в том, что Табаков несколько лет жил в нашем доме, когда приезжал летом в Бостон, и мы встречались даже с Парной. Вот. А и меня, в общем-то, потрясло, когда он подписал заявление в поддержку захвата Крыма, хотя особенно политики тут с ним не разговаривали. Хорошо, давайте послушаем Виктора. А как это сейчас, и как Чулпан Хаматова, которая тоже подписала это же заявление. Так вопрос ваш, давайте сконцентрируем, Виктор. Да, Табаков и, соответственно, Хаматова. То есть, ваше, почему отношение Виктора к Табакову такое, или как? В чем ваш вопрос? Нет, мой вопрос, из-за чего сложились взаимные неприязненные... Понятно, хорошо, большое спасибо, Виктор. Спасибо. Ну, ответ... Вы хотите прокомментировать? Да, ответ простой, но со многими артистами, театрами мы стали друзьями по жизни, без привлечения, скажем, с Леной Камброя, в разной степени, с Марком Розовским, с многими другими. С Табаковым так сложилось, взаимной любви не было. Почему я знаю? Но я не хотел бы говорить, потому что, значит, как бы, много лет прошло, уже 16. Вот, просто потому что Табаков любит людей, которые говорят, какой он великий и прочее. Я ни излишней патоку не лил, ни ему, ни Марине, поэтому сложилось. И есть еще вещи из моих наблюдений, которые мне не нравятся по-человечески. Хотя, многое из того, что делает Олег Павлович, бесспорно заслуживает уважения и так далее. А почему Чопан Хаматов и другие говорят? У них нет выбора или музыканты? Они прямо зависят. И, кроме того, их кормят из руки. У них нет выбора, как бы к этому ни относиться. Хотя, рокеры, вы знаете, сегодня высказывают свое мнение все, без исключения, все против. Вот ответ. Да, хорошо. Скажите, пожалуйста, вот мы заговорили, вы привозите артистов из Российской Федерации, там, с Украины, нет, с Петербурга, с Израиля, да. А вот можете похвастаться организацией гастролей людей, которые живут здесь, у нас, в Америке? Ну как, да, 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 да. Жизнь складывалась. Да, ну мы работаем много лет, работаем с Сашей Гунько, замечательным певцом, например. Ну, может, не так активно, как хотелось, с Борисичкиным, великолепнейшим, вообще мастером юмора. Аня Левиной. Бывшим? Ну, нет уже с нами, жалко. Супер талантливый человек, очень интересный был. Вот, Аня Левина здесь, которая, приходите свататься, да, и развод был эмигрантский. Вот, тоже пару раз мне это, так сказать, удовольствие. Ну, некоторым я, так сказать, список не весь, но удавалось, да. Но, понимаете, наши зрители, это к зрителям вопрос, они почему-то считают, так же, как наш театр, что зачем ходить на своих? Мы не будем платить такие деньги, лучше пойдем на тех, кого они знают, то есть время в экране, а здешние, ну, чего на них ходить? Увы, это даже не ко мне вопрос. С удовольствием, многие есть очень достойные, талантливейшие люди, бесспорно. То есть сложно организовать зал, скажем так, привлечь зрителей и заработать просто элементарные деньги, покрыть все эти расходы. Ну, и потом это просто унизительно для замечательного актера прийти в зал, в котором там сидит 22 человека. Я никогда не забуду, это страшная история, действительно. Когда были, квартет Бородина, ну, аргивали, как говорят американцы, лучший квартет в мире. И когда в Чикаго, в Чикаго было 87 человек. Ну, это же просто позор, позор. Только потому, что это... Ну, потому что это классика. Хотя, с другой стороны, нет. Масса ведь, надо дать должное нашим выходцам из России, ведь Карнегихов и Леви Фишер, которые сейчас переименовали, к сожалению, посты, да, на мой взгляд. Вот, значит, люди едут из Бруклина час туда, час обратно ночью в возрасте, едут на все концерты, когда выступает, ну, не важно, там, Кисин или там Трифонов или кто-то еще. Русских уже подавляющее большинство. То есть, я не знаю, ну, почему они не пришли, например, на Бородина, которые все знают, что такое есть квартет. Это загадка и позор, в общем. Вот ответ. Вот я знаю, например, такой композитор, Март Духович, да? У него... Поэт песенник. А? Поэт песенник. Поэт песенник, да. Просто у него был концерт, у него был такой аншлаг в Бруклине и так далее, и так далее. Но вот какие-то раздавались голоса, вот бы такой концерт, вот это исполнители, там были бы из Израиля, сделать гастроли по Америке. И никто по-настоящему так и не взялся, он сам не может это... Ну, во-первых... И он мне как-то жаловался при случае вот, что... Борис, во-первых, я не знаю, сколько людей было приглашенных. Да, может быть, зал был полный, это еще ни о чем не говорит. Потому что, или, может быть, были гости за... люди за пять... Или было подавляющее большинство бесплатных приглашенных и так далее. Хорошо. В любом случае, я хочу вас попросить только об одном. Если есть возможность, обращайте внимание на тех людей, которые живут здесь. Они больше всего нуждаются и в теплоте, и в поддержке. Конечно, конечно. Спасибо, Виктор, спасибо, Рашкович, Дальский. Спасибо, аудитория, спасибо вам. Да, и чтобы у вас было больше интересных творческих находок. Я стараюсь. Столько много у вас разнообразия. И вам, уважаемые телезрители, как всегда, спасибо, что утро, понедельник, вы нашли время посмотреть передачу «Контакт по понедельникам». Вел ее для вас, Борис Тенцер. До новых встреч по понедельникам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова